Настоятели свято-сергиевского прихода отца Сафрония хотят депортировать в дружескую Россию из-за отсутствия вида нажительства. По словам же защитника батюшки Антона Савельева, его подзащитного есть прописка, но не готовы остальные документы. Неделю назад сотрудники миграционной полиции подали на него в суд, потом отозвали заявление, сегодня опять подали. Они не приложили документы, а сейчас в данный момент приложили одно административное нарушение отца Сафрония, в котором подпись не соответствует его подписи. Сейчас мы делаем выводы, что они занимаются квалификацией, подделкой документов. Государство не готовится. Государство только в данное время, не государство, а чиновники. Вот это новый детский приют на 200 человек. Вот это Бог поможет мастерские. Но сейчас мы все прекратили, потому что все не хотят помогать и достраивать, потому что не верят. То есть если думают, что меня если не будет, то никто это делать не будет и никто помогать просто не будет. На самом деле теперь судьба приюта находится в руках казахстанского правосудия, говорит отец Сафроний. Истинный объект внимания недоброжелателей, по его словам, это 107 гектаров земли близ Алматы. На пожертвования горожан он построил здесь дом престарелых и детский приют. Под его опекой почти две суеты нуждающихся. Батюшка переживает, что все его труды пропадут, а ведь еще нужно достроить церковь и здание детского приюта. Здесь не только сироты. Сюда частенько наведываются чиновники. Каждый раз новые претензии. Видимо, чего-то очень хотят, но не знают, как точно сформулировать. Сейчас город идет сюда. Город сюда. И многие просят, чтобы мы продали эту землю. Понимаете? И здесь вопрос такой, что сейчас многие тянут сюда, что и микрорайоны могут сюда тянуться. Это огромные деньги. Понимаете? К сожалению, я вам скажу, земля-то вся продана из-за этого. Полгода назад у семьи Матяшина сгорел дом. Многодетная семья оказалась на улице. У Матяшинах 8 детей. Всех их приютил этот дом милосердие. Нина Матяш вспоминает, чем им помогло государство. Приехали в Акимат. Нам сказали, что мы вам помочь ничем не можем. Вот. Ваше письмо передали там еще кому-то, значит. Потом нам позвонили с райсобеса. Райсобес мы приехали. Нам сказали, что по 8600 на семью дают. Вот и все. Вот это вся помощь. Больше нам никакой помощи не обещают. Детский приют Александру привела мать. Нет возможности растить дочь в человеческих условиях. Саша говорит, как только у мамы все наладится, она ее заберет. А пока девочка рисует. Я мечтаю только об одном. Я когда вырасту, хочу стать художницей. Потому что все взрослые девочки говорят, что я очень хорошо рисую. При союзе Зинаида Кузьминична всю жизнь проработала на заводе. Потом 20 лет подметала дворы. Нищенствовала. Здесь же она нашла и заботу, и кровь с головой. Батюшка у нас очень хороший человек. Ни один из батюшек и нигде я не видела такого, чтобы он мог построить столько и содержать такое количество людей. Кормят нас, поят. Не дай бог что-то случится. Мы будем бороться за то, чтобы его оставить. Завтра в Велийском районе Алматинской области пройдет суд над отцом Сафроним, где, возможно, будет решаться не только его личная судьба.